Слава Богу! Сегодня 19 февраля, трансляция дневная. Слава Богу! Приветствую всех братьев, сестер, всех друзей церковной реформации. Приветствую! Слава Богу! Я, архиепископ Сергей Журавлев, предстоятель Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Сегодня делаю такую трансляцию. Очень благодарен Богу я за все. Очень благодарен Господу. Сегодняшняя трансляция дневная, я назвал ее просто Катан Пурим. Пурим Катан. Да, это как раз, собственно, Пурим Катан. Это то, что сегодня празднуется. Вот я сейчас и выставлю здесь в сети. Так, изменить видео. Да, сейчас я постараюсь исправить кое-что. Спасибо Богу за все. Пурим, праздник. Катан Пурим Катан. Спасибо, Господа. Да, слава Богу, друзья мои, братья и сестры. Сегодня, я извиняюсь, вот так без объявления сделал трансляцию уже, включил. Ну, сейчас я выставил вот в социальных сетях, вот на Фейсбуке, по крайней мере, сделал ссылочку такую на эту трансляцию. Не обессудьте. Знаете, вот я думаю, что как раз, когда уже даже те, кто, допустим, не в прямой трансляции, но потом уже в записи смогут тогда посмотреть. Слава Богу. Курим, праздник библейский. Вот, праздник, ну, шутка ли, целая книга Библии посвящена этому событию. Да, и для всех людей, конечно, для всех, считающих Библию, как Божье Слово, это праздник великий. Ой, я очень Богу благодарен за его божественный Пурим. И не только тот, который был вот тогда при царице Исфири, Наши Гадаса, вот, при Мардыхае. Я Богу благодарен за то, что мы называем вот сегодняшним праздником Пурим Катан. Почему мы называем Пурим Катан? Как бы Пурим Малый, Пурим Местечковый, Пурим Семьи, Пурим Мой Личный, Пурим В Моей Судьбе, В Моей Стране. Пурим, знаете ли, ведь наш Бог есть Бог Пурима, и любящим Его, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И вот именно это, собственно, и сегодня отмечаем, именно об этом сегодня и говорим. И мне, как правоставному священнослужителю, как реформатору, знаете ли, очень трогательно говорить об этом. Потому что и в моей жизни, как христианина, были большие и малые Пуримы. В жизни моей семьи большие и малые Пуримы. О, спасибо Тебе, Господь! Вся наша жизнь Пурим, вся наша жизнь прекрасна, потому что Сам Бог, Всебогущий есть Бог Пурима. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Благодарен Господу! Я сейчас, может, прерву даже, сейчас должны еще и приехать гости с Винницы. Вот, но и здесь киевляне. Но, знаете, что скажу? Что сколько успею сейчас в этой трансляции? Вечером на вечерней молитве, конечно, еще продолжу говорить. Вот, об этом. Но, действительно, любящим Господа, призванным по Его изволению, все обращается, превращается, все каким-то образом оборачивается к лучшему, все к благу. Знаете ли, даже неверующие люди порой замечают, говорят, все к благу, все к лучшему. И часто, вот, даже неверующие люди порой более внимательны вот к этому происходящему всему в жизни нашей. Потому что Бог совершает пуримы в жизни и, ну, всех, всех-всех-всех, и верующих, неверующих. Потому что Он посылает дождь свой и на праведных, и неправедных. Ну, сегодня у нас солнышко, сегодня очень. Еще сегодня в Киеве у нас такая яркая солнечная погода. Вот, полнолуние ясное очень такое. Я сегодня ночью наслаждался видом полной Луны. Да, сегодня 14-е число первого месяца Адара. Вот, 5779 года от сотворения мира. Или же 3330, уже завершающегося года от нашего исхода. Вот, а по гражданскому исчислению, сегодня 19-е число, февраля 2019 года. Вот, и сегодня, вот, в полнолуние первого месяца Адара, мы празднуем Пурим-Катан. Вспоминая о многочисленных избавлениях, которые Господь совершает в судьбах Израиля, в судьбах верующих людей. Слава Богу! Я постараюсь сейчас сделать, еще поделиться ссылочками, чтобы могли люди социальных сетей тоже могли подключиться. Ну вот, Господь да благоставит нас. Все, кто подключился, благоставляю, друзья. Все, кто потом будет видео смотреть, благоставляю, по имя Господне. Аллилуйя! Благоставляю вас. Недолго, думаю, сделаю сейчас, недолго трансляцию, потому что сейчас уже жду гостей, но я думаю, что минут 20-полчасика, сейчас я успею как раз рассказать о, собственно, Пурим-Катан, о божественном избавлении, о божественном Пуриме в судьбах людских. Аллилуйя! Так, да, вот, все, слава Богу, опубликовал тоже. Потому что из сетей социальных, вижу, люди тоже подсоединяются к этим трансляциям, потом пишут мне в сети Одноклассники, значит, ВКонтакте и, конечно же, на Фейсбук. Основная моя сейчас деятельность такая, бурная довольно в социальных сетях, это на Фейсбуке. Я публикую статьи, материалы, и это только начало, потому что я планирую вообще все свои материалы, прежние статьи, таких уже много накопилось, какие публиковал я в разных журналах и в сборнике своем. Все стараюсь там сейчас публиковать, и буду все постепенно, частями, как получится, буду все публиковать. Для самого широкого, как говорится, пользования, самого широкого круга читателей. Слава Богу! Вот, и тоже, если вы киевляне или вообще в Украине, то прошу вашей тоже поддержки, участия вашего, финансового участия вашего в служении моем Господу, потому что хочу не только в интернете публиковать все это, а сделать то, что сделал я лет 10 уже прошло, больше, больше не сделал, больше не сделал. Когда я издавал сборник статей, бумажный, да, ну, такой, журнальный вариант такой, журнальный, формат А4, «Живая церковь» назывался он. Может, кто из вас читал? Вот кто из, может, из даже из, сейчас немного, сейчас только, а, всего 4 человека сейчас подключилось, да, я вижу. Но, значит, если кто из вас, вот сейчас подключившихся или подключающихся, или те, кто потом будет смотреть, если кто из вас читал этот сборник «Живая церковь» или там еще назывался черновой вариант «Живая церковь живого Бога», вот так вот, а издание просто было «Живая церковь», на обложке там был, ну, «Ваш покорный слуга», собственно, я там был опубликован, сделали, да, фотографию, братья помогли тогда, слава Богу, с публикацией этой, с изданием этим, здесь в Утосе, или как называется он, да, публиковали мы, глухих, по-моему, или с ним, но я не помню, какое-то вот такое издание, такое, издательство такое было. Да, и, друзья, и сейчас хочу издать вновь это, и плюс еще, если вы владеете украинской мовой, то и можете послужить вот таким перекладом, переводом, и на английский язык даже, так же, хотя бы некоторые статьи, если даже не все, но хотя бы некоторые статьи, то свяжитесь со мной обязательно, напишите мне хорошо, потому что нужно издавать будет в Украине и державную мову, и украинскую мову, тем более, что вот это духовное пробуждение сейчас в Украине, оно связано, безусловно, как и любое духовное пробуждение, и с пробуждением национального самосознания, вот, и это очень здорово, слава Богу, потому как все народы славу эту принесут свою Богу всемогущему пред Господом, Аллилуйя, вот, и я верю, что и украинский народ, он уже славу принес огромную Господу, и еще больше принесет славу Господу, Аллилуйя, прославит Спасителя нашего Иисуса Христа, как в той песне Валера Коропа пелось и поется, хотя он уже ушел вечный сам, вот, мы недавно похоронили его, неделю, как не прошла еще неделя, вот, а пелось и поется эта песня его и сейчас, и будет петься, и будет петься. Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, спевая вильно Украина. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе Господь. Вот, и хочу напомнить, что с территории Украины вы можете участвовать в моем служении Господу финансово, также пополняя мобильные номера, там Life и Kyivstar, а с территории России это МТС и какой там, Теледва, да, ну и тоже карточки Сбербанка и Украинской банка есть карточка, под этими видео мы, под каждым видео есть информация, не поленитесь, откройте, посмотрите, пожалуйста, скопируйте себе, сохраните, вот, даже если вы не сможете принять участие посильное, то может кому-то перешлете, кто-то может примет участие такое, слава Господу. Вот, и напоминаю тем, кто подключился сейчас, подключается, что эта трансляция, вот, я ее назвал, ну, так и название записал, Пурим Катан. Пурим Катан это как малый Пурим, это как Пурим местечковый, Пурим местный, Пурим мой личный. Эти месяцы последние завершающегося 3330 года от времени исхода, если считать, вот, да, потому что високостный год, поэтому два месяца от ар. Ну, а если считать от сотворения мира, то 5779 год в самом разгаре, как раз шестой месяц сейчас, вот, если, как считать, мы ведем исчисление и от сотворения мира, и вот нашего исхода, вот, согласно слову Божьему, вот, и, кстати, когда Пурим совершился, тот самый Пурим, о котором Библия говорит, значит, рассказывает нам времен цари, царица Есфири, да, она же Гадаса Эстер и Мардыхая, Мардыхей. Так вот, тогда тоже был високостный год, как вот сейчас, и тоже было два месяца Адара, вот, и во втором месяце Адаре произошло это чудо, божественное чудо спасения народа Божьего, и поэтому Пурим мы празднуем в полнолуние месяца Адар, и если это високостный год, и у нас получается в лунном календаре библейском исчисление два месяца таких лунных Адара, вот, то тогда во втором Адаре мы празднуем, собственно, Пурим, а в первом Адаре, как вот сейчас, допустим, сегодня, да, 14-го Адара, мы празднуем Пурим-Катан, Пурим, местный Пурим, тоже как бы малый-малый Пурим, мы называем его туда, в древней еврейской традиции, слава Богу. Прекрасно, друзья мои, что Бог наш есть, Бог Пурима, Бог великий, и в каждой Библии, в каждой книге Библии раскрывается, знаете ли, удивительная любовь Бога, доброта Его, Его забота о нас, Его благословение, Его благодать, это раскрывается, раскрывается в каждой книге по-особенному, какая-то отдельная грань такая раскрывается. И вот в книге Исфири мы, конечно, просто восхищаемся его, ну, скажу, гениальностью, гроссмейстеру, как вот шахматиста, допустим, да, вот есть, вот, он настолько ходов все продумывает, и даже все замыслы противника, врага, он обыгрывает всегда, и Бог всемогущий выходит победителем с любой, знаете ли, даже, казалось бы, все, уже шах, уже все, уже, ну, все, поражение на доске, а Господь делает такой ход, что все, ситуация кардинально меняется, и мы восхищаемся этой партией и говорим, да, вот это победа, вот это чудо. А он, как великий гроссмейстер всех гроссмейстеров, он говорит, аминь. И в Библии говорится, что если бы не Господь был бы с нами, ну, что, не было бы нас уже, все, сажали бы с потрохами. Как в той песне поется, помните, да, значит, Ам-Израэль, 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 ай! Ам Израиль, ам Израиль, и народ Израиля потому живой Мы потому живы, потому что наш Отец живой Вот такая песня, она поется, простые слова, мало слов в этой песне, но очень много смысла И как раз вот, особенно перед Шаббатом, я люблю эти песни петь Как раз напоминаю себе и всем, и своей семье о великом спасении Аллилуйя, я великом спасителем нашим, аллилуйя, спасибо тебе Господь Вот, и Пурим Катан, это, я уже говорил, да, Пурим Малый И хотя он, называем мы его Малым Пуримом, да, вот как бы свой личный Пурим Или Пурим в каком-то регионе произошедший на протяжении столетий было множество Там десятки разных таких больших и малых Пуримов И, конечно, это не умаляет тот самый вот библейский Пурим Наоборот, это подчеркивает то, что Бог Пуриму, Он и сегодня тот же самый Он и сегодня с нами, и Он и сегодня тот же самый Аллилуйя Слава Богу И хотя мы называем Пурим Катан, Малый Пурим, да, но для конкретной судьбы Для семьи конкретной, для этого места, этого региона Это Великий Пурим И вот, и, знаете, если, допустим, приговор над вами уже произнесен врачей Вот, что, и вы приговорены уже к могиле И сказали, что все, вам считанные дни, может, часы остались жить Осталось жить Но вдруг приходит Бог Святой Свершается Великий Пурим В вашей жизни Пурим Катан И вы на своих ногах Вы живы, здоровы, счастливы, радостны Познали Бога, как вашего Бога-целителя Это есть ваш Пурим Катан Пурим, когда в жребии был о вас брошен смерть Но выпала жизнь Бог, он обращает, скажу так, во благо вдруг этот жребий Удивительно, слава Богу Вот, и финансовое подкротство, казалось бы, значит, все, значит, безденежье И кризис, и все И вдруг вместо того все превращается, все обращается В благословение и процветание И вы не только сами не нуждаетесь Но вы и нуждающимся уже благотворите, уделяете И вы познаете Бога, как вашего более чем достаточного Бога Эль Шадая Это Пурим в финансах вашей жизни И таких Пуримов, больших и малых, в жизни верующих, очень много Роман пишет, шалом, шалом, брат, шалом, аллилуйя Вот, этот Пурим, который совершается в судьбах наших Слава Богу Пурим, к примеру, в моей жизни Как и каждый верующий, я могу назвать десятки Пуримов, больших и малых, в моей судьбе Я очень люблю петь Я очень полюбил Украину Здесь сам язык этот украинский, мога украинская, она такая певучая такая Вот, здесь много поют Но я люблю петь, я не певец вообще Но люблю очень петь И, знаете, проставлять Бога люблю в пении И люблю слова вот этого Мартина Лютера, немецкого великого реформатора Который говорил на эту тему так, что для дьявола ничего страшнее нет, чем поющий, воспевающий Бога, да? Христианин Удивительно Но мало кто может знает, я об этом свидетельствовал Но у себя в церкви, и так в гостях где-то Константин пишет, да Шалом, шалом, мир Божий Вот Так вот, я хочу сейчас тоже засвидетельствовать об этом Что я еще и разговариваю громко, и пою И, слава Богу, это чудо Это тоже Пурим, мой личный Пурим Потому что, знаете ли, еще в 88-89 годах приговор врачей был молчание Все, пожизненное молчание Говорилось, это врожденное, говорилось, что все, это инвалидность по сути И, в общем-то, как вариант был, как раз комиссоваться из армии Значит, вариант был И вообще даже не служить, если бы раньше, допустим, взялись бы за вот это Чтобы инвалидность ставить мне, белый билет То есть, врач мне в Москве уже последний Что было сказано по этому поводу Что я замолчу навсегда, пожизненно Это последний месяц вы еще разговариваете, последние дни там Вот, говорить надо только лишь будет вам тихо-тихо И все, опять Уж вообще забудьте, молодой человек мне говорили Про пение А я еще говорю, что я еще в храме пою, читаю Какое пение, надо молчать и все И, знаете, я помню, после врача, после разговора с врачом Который запретил мне даже громко разговаривать Только тихо разговаривать и все Опять уж и даже забыть говорил Строго-настрого Я не спорил с врачом, ему виднее Он специалист своего дела, конечно Он тем более был лор-врачом много лет В большом театре, в малом театре Он певцов как раз исследовал, голоса Вот, значит, и был очень опытным врачом К нему там по блату попадали люди в то время Но самое интересное Вот После беседы с врачом После его этих приговоров Окончательных уже, бесповоротных Знаете, я шел И я принял такое решение Я был совсем еще пацан Молодой человек Ну что, солдат советской армии Да, значит, пацан еще совсем Но я принял решение Я буду все равно петь Если я и потеряю, думаю, голос То пусть это будет лучше в храме Если я измолчу Навсегда уже То пусть это будет лучше в церкви Вот И сколько буду петь Столько буду петь Вот В 91-м году я вообще стал священником В Рязани пел, значит И в соборе Борисоглебском Наслаждался, вот именно славил Бога И потом И вот до сих пор Уже 2019 год на дворе То было 87-88 год Представляете, сейчас уже А, 88-89 Потом уже последний приговор был А Представляете А я, значит, до сих пор пою До сих пор славлю Бога Благодарю уже Уже 2019 год на дворе О чем это говорит? Для меня это Мой Пурим Катан Враг Металл-жребий Значит, на мой голос Но Я славлю Господа моего До сего дня И буду славить И вот до последнего Издыхания своего На этой планете Слава Господу Много других есть Примеров И в жизни верующих Людей Каждого верующего Десятки примеров Да и в жизни неверующих Тоже Пурима Совершаются порой Но Просто люди Не замечают этого Не знают, кого славить Вообще Кого благодарить Шалом Роман пишет Я люблю Славить Нашего Господа Душа Роди И тешиться О Господе Нашем Иисусе Христе Аминь Эдуард пишет Почему православные Говорят, что Это вера Истина Это вера Истина Какая вера Я вот не понял Почему православные Говорят, что Это вера Истина Какая вера Православная Наверное В смысле Вера Истина Вот Да и всякие Люди говорят Вообще Если Да Эдуард пишет Уточняет Православные Да Ага Слава Богу Да Да и не только Православные Говорят Протестанты Говорят, что Протестантская вера Истина Католики Говорят, что Католическая вера Истина Православные Говорят, что что православная вера истинная, многие люди говорят о своей религии, о своей конфессии, динаминации, что это истинная вера, но настоящие дети Божьи, рожденные свыше люди, будь то там в православии, или в католицизме, или в протестантизме, или еще где, они так не говорят, конечно, так говорят люди, которые еще не возрождены свыше, еще не знают Бога, а те, кто уже познали Бога, в чем в сердце живет Бог, и кто живет в Боге, так не говорят, я убежден в этом глубоко, из своего опыта, из опыта тысяч и тысяч верующих. Рожденные свыше люди говорят о том, что Божья вера истинная, а вер на свете полно, много всяких вер, истинных, неистинных, но истинная вера, на самом деле, она одна, Божья вера, вот, а Божья вера это любовь, потому что Бог есть любовь, потому что так Он возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Религии не спасают, я много раз говорил уже, и даже на таких трансляциях, что, допустим, ни в православии, ни в протестантизме, ни в католицизме, как таковом, как в религиозной системе, нет спасения вообще, нет спасения. И в христианстве тоже нет спасения, собственно, вот, только во Христе Иисусе. Христианство в смысле и православие, в смысле и католицизм, в смысле и протестантизм, в смысле, поверьте правильно, как религиозная система, как именно традиция религиозная, как культура религиозная определенная. Спасение в Иисусе Христе. В православии человек становится православным, в протестантизме протестантом становится, в католицизме католиком становится. Но христианином можно стать только в Иисусе Христе. Не в православии, не в католицизме, не в протестантизме, а с другой стороны и в православии, и в католицизме, и в протестантизме. Только во Христе Иисусе становится вот это чудо возможным, происходит христианство настоящей истиной, как Богочеловечество. Поэтому, ну, сейчас моя тема немного другая, вот, значит, не о религии, не о христианстве, хотя Пурим Катан, сама тема такая, знаете ли, сегодняшнего праздника, отмечаемого, сегодня 14 число, первого месяца Адара. Вот, и по традиции Пурим Катан мы празднуем. Это, в принципе, относится и к религиозным системам христианским, различным тоже. И в православии свои Пуримы были, и в протестантизме, и в католицизме. Да, да в любой системе. Потому что в любой системе есть люди, любящие Господа, верующие, познавшие Бога, познающие Господа, пребывающие в Боге, и Бог в чем сердце пребывает. В самой системе, любая система, это есть система, но в первую очередь система, да, это из живых людей состоящая. Вот, водораздел проходит по сердцам людским. И я знаю, что Иисус Христос, Он и вчера, и сегодня, и вовеке тот же. И как новозаветный верующий, как мессианский верующий, как православный реформатор, я утверждаю, что Бог Пурима, никто иной, как вот Сам Спаситель наш, Иисус Христос сегодня для нас. И любящим Господа всех обращаются благодаря вот жертве Иисуса Христа. То есть, два тысячелетия назад действительно такого планетарного масштаба изменения произошли, общечеловеческого масштаба изменения, и ныне действительно всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И действительно, вот этот Пурим Катан, это как жизнь верующего человека, малый Пурим, да. Поэтому, когда Библию мы перечитываем, и вот мы читаем книгу «Исфирь», как раз которая говорит о Пуриме нам, да, об этом празднике, вот, ныне вспоминаемом, вот, и вот празднуемом. Кстати, в этом году, значит, напоминаю, что пост «Исфирь» мы будем общецерковно проводить 20 марта, а 21 и 22 марта будем праздновать, ликовать, гулять, будем праздновать Пурим сам, собственно, библейский. Это будет у нас, соответственно, 21 и 22 марта в этом году будут соответствовать 14 и 15 числам месяца Адара, второго же Адара. Слава Богу. Так что, и вот, перечитывая Библию, перечитывая книгу «Исфирь», я понимаю, что сегодня Бог тот же самый, Бог Пурима. Но, ваше внимание обращаю, что я вот говорил сегодня тоже на утренней молитве, да, кто подключался, если говорил, что, знаете ли, друзья, о Пуриме, когда мы читаем и размышляем вообще, особенно вот на Пурим Катан, мы размышляем, я лично стараюсь так вот размышлять, не только о том Пуриме и не только о Пуримах, свершившихся Пуримах божественных, но и о Пуримах несвершившихся. Это очень и очень важно. О Пуримах несвершившихся. Почему? На многие вопросы, конечно, у нас нет ответов. Все ответы получим лишь вечности уже, я в этом убежден глубоко. Но кое-что из Библии нам приоткрыто. В частности, когда говорится о Пуриме, то мы читаем, да, книгу Исфирь, восхищаемся Богом святым, благодарим Бога, и уже вот сколько в столетии, сколько в поколении людей мы до сих пор празднуем этот праздник Пурим в полнолуние месяца Адара, и благодарим Бога за Исфирь, за Мордыхая, благодарим Бога за пробуждение тогда духовное в народе израильском. Так вот, и мы читаем, что вот этому чуду предшествовало еще также и человеческий определенный процесс. Пурим – это не просто божеское вмешательство сверхъестественного Бога в естественный ход событий, да, это не просто великое в малом. Да, это тоже, но это также и человеко-божеский процесс, богочеловеческий и человеко-божеский процесс определенный. И очень важно отметить здесь также раскаяние, покаяние, пост самой царицы Исфири, да, вот, очень важно отметить смирение и покаяние Мордыхая самого. Мордыхей, он каялся, он постился, смирялся пред Богом. И еще очень важно отметить для себя в этом процессе богочеловеческом и человеко-божеском процессе, божественного Пурима, смирение и покаяние всего народа Исраиля. Большинство, по крайней мере, людей действительно было объято вот этим таким дуновением Божьего Духа, покаянием, смирением, сокрушением пред Богом. Вопль к небесам поднимался, и великое силище высвобождается, когда народ кается. Слушайте, Бог обещает нам в Писании, в Библии, не только прощать грехи людские, да, когда есть смирение, покаяние пред Ним, пред Богом, но Он также обещается и говорит о том, что Он исцеляет землю нашу. Происходит, это еще образ очень красивый, исцеление земли, это образ потрясающий по своей глубине. Имеется в виду многогранное такое чудо, имеется в виду и физически земля, собственно, получает исцеление на самом деле. Это правда. Очень много есть красивых таких примеров, когда пробуждение, покаяние, пробуждение в каком-то, духовное пробуждение в каком-то регионе, в каком-то народе, оно взаимосвязано также и с пробуждением самой земли, исцелением земли. Вдруг появляются огромные урожаи, земля исцеляется, грунтовые воды поднимаются, и экология меняется вообще, чудо происходит. С другой стороны, термином «земля» имеется в виду не только, вот, собственно, то, на чем мы живем, да, наша планета, нет, и еще имеется в виду и земля, как все вокруг нас, и растительный мир, и животный мир, и многообразие человеческого рода, да, то есть все люди вокруг тоже, не только хорошо нам, верующим, да, переживающим покаяние, прощение, исцеление, освобождение, но и вокруг множество людей также переживают это благословение. Как помните, Петр и Сила, извиняюсь, Павел и Сила, братья наши были закованы, избиты, унижены, оскорблены, закованы в колодки и брошены в тюрьму, но они воспевали Бога, воспевали Господа в полуночи, и что произошло? Люди слушали их, прислушивались к ним, да, удивлялись, вот тебе верующие, их избили ни за что, будут судить, они славят Бога всемогущего, аллилуйя, за наших братьев. И земля потряслась, и темницы распахнулись, двери, колодки у всех, узы у всех ослабели. То есть это о чем говорит? Когда мы славим Бога, когда мы, несмотря ни на что, несмотря на кризис, несмотря на давление внешнее, мы в благодарности к Богу, мы славим Бога, мы смиряемся пред Ним и радуемся пред Ним, то великие чудеса происходят не только в наших судьбах, в наших обстоятельствах, но и у тех, кто вокруг нас. Вот как бы сама земля исцеляется, будем так говорить, или потрясается и прочее. Слава Богу! Вот, а Господь наш, Он посылает дождь и на праведных, и на неправедных, на всех, Он благ и милостив. Аминь. А там, извините, шалом, благодарение Господу за все. Аминь, аминь, аминь. Вот так вот, друзья, благословляю всех вас, возлюбленные, братья, сестры, во имя Иисуса Христа. Сегодня, сейчас у нас будут общения, здесь гости будут, а вечером сегодня, в 6 часов вечера, подключайтесь на вечернюю молитву, прямую трансляцию с вечерней молитвы, подключайтесь, хорошо? Благословляю всех вас, благословляю, пусть Пурим, Катан, в наших судьбах, в нашей жизни он прославляется. И сегодня воздаем славу за все его божественные Пуримы в наших судьбах. Аллилуйя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас, дорогие друзья, благословляю Киев, благословляю Украину, благословляю Израиль, благословляю Иерусалим, столицу возрожденного еврейского государства, благословляю народ еврейский, благословляю все народы нашей страдавшейся планеты во имя Господне. Пусть прославится имя Божье во всех нас, слава Богу. И, ну что, поздравляю всех, как говорится, снова и снова, паки и паки, поздравляю с праздником Пурим, Катан. Да, и напоминаю, что 20 марта у нас будет пост Эстер, общий церковный такой, а 21-22 марта будем праздновать, собственно, тот библейский праздник Пурим. Через месяц получается. Благословляю всех вас. Аллилуйя. Ольга пишет, добрый день, да, слава Господу за все, хорошо бы послушать вас и с гостями. Я стараюсь по возможности включаться, вот у меня был кифа, допустим, да, мы включались. Вот если Алексей Иванович, допустим, будет, тоже постараемся включаться, вот вместе. Записываю, по крайней мере, на видео, вот, потом постараюсь все выложить, пока вот не получается то одно, то другое, вот пока только записывать. Ну и трансляции получается делать, слава Богу. Благословляю всех вас. Да, и как по скриптам, огромное спасибо всем, кто вот молитвенно и финансово участвует в моем служении Господу. Под каждым видео есть информация подробная. Возьмите ее на вооружение себе, скопируйте, разошлите вашим друзьям обязательно по социальным сетям, разошлите. Вот, с территории Украины, с территории России можно это сделать. Если вы в Киеве или вообще в Украине занимаетесь там печатью продукции такой печатной, печатаются там листовки, газеты, журналы, баннеры всякие там, то свяжитесь со мной, потому что нам нужно будет напечатать тоже и баннеры, значит, там, и, ну, конечно же, самое главное, это сборник статей. Сейчас нам нужно напечатать. Вот, пусть Бог благословит вас. Все, благословение, благословение вам. Аллилуйя.